представляем обрезную доску из хвойных пород древесины 3 4 сорта сечением 25 на 100 миллиметров и длиной 4000 миллиметров видео обзоре мы показываем именно те доски которые имеются у нас в продаже и который мы доставляем нашим клиентам требования к обрезной доске 3 4 сорта устанавливаются техническими условиями производителя пиломатериалом 3 4 сорта относят доски не прошедший по гост при сортировке как 1 3 сорт например если на досках 1 3 сорта обзор синева трещины и другие дефекты представлены в большем объеме чем допустимым по требованию гост такие пиломатериалы переводятся в 3 4 сорт это значит что они будут иметь менее эстетичный внешний вид чем доски 1 3 сорта но их прочностные характеристики при этом не снижены казалось бы тогда доски 3 4 сорта можно использовать на ответственной конструкции но мы не рекомендуем этого делать так как в третьем четвертом сорте помимо досок переведенных из 1 3 сорта допускаются еще доски изготовленные из сухостоя обратите внимание доски 3 4 сорта из сухостоя обладают меньшей прочностью чем доски 1 3 сорта которые изготавливаются только из зеленого леса поэтому доски 3 4 сорта не рекомендуется использовать для строительства ответственных конструкций таких как стропила перекрытие и другое пиломатериалы 3 4 сорта отлично подходит для обрешетки каркаса перегородок черновых полов и хозяйственных построек давайте подробно рассмотрим какие дефекты в каком количестве могут присутствовать на обрезной доске 3 4 сорта светлые сучки не регламентированы по размеру и количеству на обрезной доске 3 4 сорта могут встречаться темные сучки диаметром не более 4 5 ширины доски на обрезной доске 3 4 сорта может присутствовать обзор двух видов острый который занимает всю толщину доски и тупой который занимает лишь часть толщины доски острый обзор может занимать до 1 6 длины изделия то есть на 4 метровой доски длина острого обзора может достигать 67 сантиметров тупой обзор может занимать до половины ширины и до 4 5 толщины доски длина тупого обзора не ограничено но как правило такой обзор занимает лишь небольшой участок почему не стоит бояться обзора доска с обзором изготовлена из крайней наружной части ствола которая находится максимально близко к коре эта часть ствола самая крепкая так как содержит природные слои защищающие дерево от влаги биопоражения то есть антисептические свойства доски с обзором намного выше она более прочная и долговечная вы можете использовать доску с обзором на конструкции где важна прочность а эстетичность не играет первостепенную роль например на черновые полы в этом случае доска с обзором скроется под напольным покрытием и эстетичность не пострадает для конструкции в которых внешний вид доски для вас важен рекомендуем использовать доску без обзора но если на обзоре есть кора рекомендуем перед монтажом и нанесением защитного состава снятия чтобы избежать дальнейшего биопоражения доски на обрезной доске 3 4 сорта могут присутствовать отклонения от рабочих размеров как меньшую так и в большую сторону так для доски шириной 100 миллиметров максимальное отклонение плюс-минус 5 миллиметров давайте измерим эти отклонения на нашей доске здесь 102 миллиметра доска поширена 2 миллиметра тут у нас 103 миллиметра плюс 3 миллиметра к ширине и здесь 99 миллиметров по уже на один миллиметр то есть максимально доска отклоняется на 3 миллиметра у нас что допускается по сорту 34 так на доске толщины 25 миллиметров максимально допустимое отклонение по толщине плюс-минус два с половины миллиметра давайте измерим эти отклонения на нашей доске здесь 26 миллиметров потолще на один миллиметр здесь у нас 27 миллиметров плюс два миллиметра здесь тоже 27 миллиметров также плюс два миллиметра от номинального размера то есть максимально отклоняется доска на 2 миллиметра что соответствует третьему четвертому сорту и так на обрезной доске 3 4 сорта допустима волна двух видов по пласти и по толщине волна по пласти это отклонение от рабочих размеров когда ширина доски на разных участках на несколько миллиметров больше или меньше заявленной ширины волна по толщине это отклонение от рабочих размеров когда толщина доски на разных участках на несколько миллиметров больше или меньше заявленной толщины отметим волна как правило встречается на досках распиленных на ленточных пилорамах На обрезных пиломатериалах 3-4 сорта допускаются отверстия от короядов, но не более 6 штук на 1 погонный метр. Они указывают на то, что доска изготовлена из сухостоя, что снижает ее прочностные характеристики. Так как в 3-4 сорте допускается сухостой, доски этого сорта не рекомендуется использовать на ответственные конструкции. Перечисленные ранее дефекты могут присутствовать на пиломатериалах независимо от сезона, но также существуют дефекты древесины, которые чаще встречаются на досках в летний период, так называемые сезонные дефекты. А теперь давайте подробно рассмотрим сезонные дефекты. Так как доска выпилена из бревна круглого сечения, во время усушки волокна древесины выгибаются, так как стремятся вернуться в исходную форму. В результате доска коробится. Чем активнее влага испаряется из доски, тем сильнее волокна выкручивает в разном направлении. То есть в летний период под воздействием ультрафиолета доска сохнет быстрее, и деформация материала становится более выраженной. Покоробленность подразделяется на два вида – саблю и вертолет. Давайте подробнее рассмотрим каждый вид. Сабля – это покоробленность, при которой доску выгибают дугой. Сабля допустима для пиломатериалов 3-4 сорта. Стрела прогиба может составлять максимум 1% от длины доски. То есть 4-метровая доска может прогибаться максимум 4 см. Вертолет – это винтообразная покоробленность по длине материала. Вертолет допускается для пиломатериалов 3-4 сорта. Стрела прогиба также может составлять до 1% от длины доски. То есть 4-х метровая доска может прогибаться максимум на 4 сантиметра. Можно ли использовать покоробленные доски в строительстве? Если среди пиломатериалов 3-4 сорта присутствуют покоробленные доски, их можно использовать в строительстве. Например, если покоробленная доска применяется для создания обрешетки, ее необходимо зафиксировать крепежными элементами так, чтобы доска приняла ровную форму. Давайте подведем итог. Среди пиломатериалов 3-4 сорта могут встречаться покоробленные доски. Их тоже можно использовать в строительстве. Но при монтаже таких досок нужно приложить дополнительные усилия. Также к сезонным дефектам, которые особенно характерны для летнего периода времени, относят трещины. Они появляются в результате естественной усушки материала. При плюсовой температуре влага быстро испаряется из досок, что приводит к растрескиванию. На обрезной доске 3-4 сорта допустимые несквозные трещины суммарно длиной до 600 мм на 1 погонный метр. Также на доске 3-4 сорта допускаются сквозные торцевые трещины длиной не более 200 мм. Часто доска приходит от поставщика большей длиной, чем заявлено. Поэтому перед монтажом доска торцуется под нужный размер. И торцевая трещина спиливается полностью или частично. Но даже если торцевая трещина не спилится и останется на доске, она никак не повлияет на прочностные характеристики доски. Синева очень активно распространяется по пиломатериалам с июня по октябрь. Именно теплая погода является благоприятной средой для развития дерева, окрашивающих грибков, из-за которых появляется синева. Возникает при естественной сушке древесины. И с большой вероятностью она появится даже на досках при правильном складировании. На обрезанной доске 3-4 сорта допускается синева общей площадью до 30% поверхности доски. Не стоит путать синеву с гниением. Синева – это грибковое поражение древесины, безопасное для пиломатериалов. Ведь грибок не разрушает структуру древесины. Тем не менее, важно остановить дальнейшее распространение синевы, так как пораженные участки лучше впитывают влагу. А во влажной среде могут появиться дерево, разрушающие микроорганизмы, что приведет к гниению. Чтобы избежать этого, достаточно покрыть доски защитным составом перед монтажом со всех сторон. Такая обработка уничтожит грибок, а значит, остановит его распространение. И вы можете быть уверены, что в дальнейшем доска сохранит свою прочность. Синева влияет на эстетичность пиломатериала, но не сказывается на качественных характеристиках доски. Поэтому ее можно смело использовать для черновых работ. Но если пиломатериалы видны в конструкции, можно покрасить их кроющим составом. Тем самым вы предводите дереву желаемый оттенок и скроете синеву. Еще раз отметим. В 3-4 сорт переводят доски 1-3 сорта, у которых при переборе было выявлено большее количество дефектов, чем допустимо по ГОСТ. Такие доски уступают по эстетичности, но по эксплуатационным характеристикам аналогичны пиломатериалам 1-3 сорта. Тем не менее, доски 3-4 сорта не рекомендуется использовать на ответственные конструкции, так как в 3-4 сорте допускаются также доски из сухостоя. Они менее прочные по сравнению с досками 1-3 сорта. В видеообзоре мы показали, как оцениваются дефекты согласно техническим условиям. И теперь вы имеете полное представление, как выглядят доски 3-4 сорта.